Здравствуйте, меня зовут Яна Скворцова, я приветствую вас на своем канале Мода Эджи Дима, канал о моде и красоте, также об умном шопинге. Мне 36 лет и я персональный покупатель. Напоминаю, что я могу принять посылку для вас из любого интернет-магазина Европы, распаковать, посмотреть несколько там дефектов, либо не распаковывать по вашему желанию и направить в общем-то на любой адрес, российский адрес. Хочу сказать, что речь сегодня пойдет под итальянским солнцем, как видите у нас прекрасная погода, о солнцезащитных фильтрах. Хочу также обратить ваше внимание, что я практически сейчас не пользуюсь солнцезащитными фильтрами и кремами для защиты кожи специально, либо кремами, где внедрены солнцезащитные фильтры, потому как я вообще кремами не пользуюсь. Но это видео это не призыв к действию, потому как здесь возможна ситуация, о которой я пожалею через ну не знаю 4-3 года. Я возможно приду к выводу, что я нанесла большой ущерб своей коже, но есть причины, я сейчас их назову, по которым я в общем-то либо перестала совсем пользоваться солнцезащитными фильтрами, либо стала делать это гораздо реже, менее аккуратно, чем раньше. Хочу сказать, что раньше я была просто маньяком солнцезащитных фильтров. Когда я переехала в Италию, я так боялась, что в общем-то у меня появятся пигментные пятна, что я очень быстро состарюсь, потому как моя кожа генетически не готова к такому количеству солнца. Я не выходила из дома без солнцезащитных фильтров, я также всегда носила шляпу. Однажды я получила тепловой удар, в общем-то этот урок я усвоила надолго и поэтому мое лицо было защищено не только солнцезащитными фильтрами, но также в общем-то и механически. То есть на моем лице, как правило, на половине его уж как минимум бывает тень. И возможно я неплохо так выгляжу для своих лет именно потому, что я когда-то очень сильно кожу защищала. Но повторюсь, сейчас я этого практически не делаю, уж по крайней мере пока я не нахожусь на море. Итак, первая причина, по которой я стала гораздо реже использовать солнцезащитные фильтры и уж тем более в повседневной жизни я их не использую, так это мое наблюдение, касающиеся в общем-то итальянских женщин, но также итальянских мужчин. Итальянская нация, они вообще очень-очень любят солнце. У них солнца много, я не представляю, как бы они выжили в России. И вот любой солнечный день вы увидите в кафе люди, либо в общем-то на скамеечках, они сидят с закрытыми глазами, подставив свое прекрасное лицо солнцу и вот таким образом получают солнечные ванны. Хочу сказать, что итальянская нация очень любит быть загоревшей, загорелой и, соответственно, они постоянно подставляют свое тело солнцу в морской сезон, в летний сезон. Вы увидите людей, которые загорают, просто лежат и загорают, то есть получают вот этот вот бронзовый цвет кожи совершенно умышленно, совершенно специальный. Уж я не знаю, пользуются они при этом солнцезащитными кремами, либо нет, потому как наблюдать за ними сложно целый день, чтобы выяснить это. Но то, что они лежат и то, что они потом коричневые, это совершенно четкое мое наблюдение. Я думаю, любой, кто был в Италии, сможет его подтвердить. А вторая вещь, которую я заметила, это мой муж. Хочу сказать, что мне стоило больших усилий убедить его отказаться от агрессивных шампуней, убедить его в том, что даже в его любимом шампуне Hermes содержатся также не очень хорошие ингредиенты, которые, в общем-то, используются в средствах из супермаркета. Соответственно, если он хочет мыться таким средством, то, в общем-то, можно не тратить деньги на гель для душа Hermes, купить любой другой гель для душа. В общем-то, это стоило мне достаточных усилий, но, тем не менее, мне удалось его убедить, и результат, что называется, на лицо. Мой муж очень хорошо выглядит, он также делает лицевую гимнастику, и он также не использует сейчас никакие кремы. И хочу сказать, что он очень часто меня раньше спрашивал, ну а как же, вот ведь говорят, что нужно, но ведь говорят, что вот здесь и вот нужно пропитать, и вот здесь нужно подтянуть. Ну и, в общем-то, это была достаточно, с моей стороны, большая просветительская работа, но я всегда говорю, что я могу, безусловно, ошибаться. То есть, все, что я там нагуглила и думаю себе, возможно, я об этом когда-то пожалею. Но на данный момент я в этом убеждена, и, соответственно, людей, которых я люблю, я тоже пытаюсь в этом убедить. Мой муж тоже не пользуется никакими кремами, уже, наверное, года три, и очень много гуляет с детьми. То есть, он очень-очень много проводит под солнцем, плюс он играет в гольф, и, соответственно, он очень много проводит под прямыми солнечными лучами. И хочу сказать, что он выглядит прекрасно, у него прекрасная кожа, у него не появилось за это время ни больше морщин, ни больше пигментных пятен, ну у него вообще нет пигментных пятен. И хочу сказать, что также, поскольку он бывший военный, как и все военные, он очень тоже много раньше загорал. Какое сильное солнце. Он очень много раньше загорал. И, соответственно, вот когда они были офицерами, он мне рассказывал, как они просто вот в каком-то, я не помню, в городе, в Казахстане, он рассказывал, что вот они прям под солнцем под этим лежали, получали какие-то безумные ожоги, ну им нравилось быть загоревшими. И, соответственно, вот он сейчас, на данный момент, он выглядит прекрасно. У него нет пигментных пятен, у него, в общем-то, и нет морщин. Я не уменьшилась после того, как он тоже стал делать какую-то минимальную лицевую гимнастику. И, соответственно, второй момент, который я заметила, так это то, что человек, который очень много времени проводит под солнцем, который, в общем-то, генетически к этому солнцу так же не привык, как и я, он, в общем-то, прекрасно выглядит, несмотря на то, что время идет, и, в общем-то, казалось бы, уже все там должно и состариться, и скукожиться. И напоминаю, что ему на 16 лет больше, чем мне, но выглядит, повторюсь, он прекрасно. И, соответственно, в общем-то, я тоже стала задумываться, а не маркетинг ли это, вот вся эта большая информация о солнцезащитных фильтрах, о том, как, в общем-то, важно ими пользоваться и так далее, и так далее Но, повторюсь, что это не призыв к действию не пользоваться солнцезащитными кремами, потому как это была бы слишком большая ответственность для меня Я не химик, я не косметолог, соответственно, я не могу досконально во всем этом разбираться В общем-то, я, скорее, потребитель, который ко всему подходит очень обоснованно и старается свой выбор покупать, либо не покупать, в данном случае солнцезащитные крема, покупать их, либо нет, либо использовать их, либо нет В общем-то, старается чем-то это все обосновать, найти, спросить, есть ли это возможность сделать Хочу сказать, что все дерматологи, с которыми я встречалась, безусловно, советуют солнцезащитные крема Хочу сказать, что нигде ни на каком языке я не встретила опровержения теории, что, в общем-то, солнцезащитными кремами пользоваться не нужно Можно в это все забросить, как очень часто бывает, допустим, в отношении волос, в отношении чего-то еще Многие блогеры, они тоже могут посоветовать, либо не посоветовать использовать то, что общепринято использовать, либо не принято использовать То вот в случае с солнцезащитными кремами, я бы сказала, что есть некое единое мнение, что да, пользоваться ими нужно Но, соответственно, я, в общем-то, еще не особо пользуюсь солнцезащитными кремами, потому что я постоянно пользуюсь маслами Хочу сказать, что по поводу масел все тоже не так однозначно Во-первых, есть всего два исследования мировых На данный момент одна опубликованная книга, а другая, в общем-то, статья Если я не ошибаюсь, оба англоязычные авторы, в общем-то, они исследовали масла, они просто задались вот этой темой Обладают ли масла солнцезащитным фильтром И они выяснили, что да, обладают При этом результаты их исследований по одному и тому же маслу очень сильно бывает разнятся Я сейчас по памяти не вспомню, но, наверное, запишу отдельное видео И хочу сказать, что вот уже второй год подряд я пользуюсь маслом малиновой косточки Который обладает самым высоким SPF-фильтр, да, защитным фильтром Так же, как и масло семян моркови Но масло семян моркови имеет оранжевый цвет, соответственно, в общем-то, это не очень удобно Потому как летом в основном используется белая одежда Соответственно, белая одежда бы красилась от такого масла Соответственно, я купила себе масло малиновой косточки Достать его крайне трудно Оно пахнет рыбой, внимание, оно не пахнет малиной Оно очень вязкое, то есть оно более вязкое, чем оливковое масло И могу сказать, что весь прошлый год я не нанесла на себя ни разу солнцезащитный крем Но, безусловно, наносила его на детях Потому как, если на себе я могу проэкспериментировать То на детях это, в общем-то, не вариант Достойный экспериментов Потому как дети, безусловно, нуждаются в том, чтобы мы делали очень осознанный выбор в отношении них Соответственно, я решила проэкспериментировать на себе, я ни разу, повторюсь, не нанесла солнцезащитный крем, но в этом тоже были особенности, в том, как я его не наносила, я об этом расскажу отдельно. Но хочу сказать, что все масла обладают солнцезащитным фильтром, внимание, против лучей B, то есть против лучей A солнцезащитным эффектом масла не обладают, никогда не обладали, это уже доказано. Что такое лучи B? Лучи B это которые дают нам покраснение кожи, если мы обгораем, либо которые дают нам темный цвет кожи. Что такое лучи A? Лучи A они проникают глубже, они проникают в дерму, они проникают и имеют место быть на протяжении всего года. И мы, в общем-то, ущерба от действия этих лучей на нашу кожу мы не видим моментально, мы не видим ее в небольшой перспективе, мы видим это через несколько лет. Поэтому, возможно, то, что я сейчас не пользуюсь маслами, в силу того, что я не очень в это верю, в силу того, что у меня нет времени всем этим мазаться, возможно, я об этом очень сильно пожалею в будущем. Поэтому, повторюсь, если вы пользуетесь солнцезащитными кремами, маслами, я имею в виду масло, которое специально выпущено, которое имеет химическую форму, которое имеет только текстуру масла, возможно, так оно и должно быть. И, соответственно, если вы тем более видите, что у вас, если вы видите, что когда вы это масло или этот крем не используете, у вас появляются пигментные пятна, то, безусловно, для вас это позыв, чтобы не бросать пользоваться солнцезащитными кремами. Я обязательно запишу видео про масло малиновой косточки, как конкретно я его наношу, как часто его нужно обновлять, и вообще, что я нагуглила, что я прочитала про масла, про то, как они обладают защитой от солнца. И обязательно запишу о том, как выбрать хороший крем солнцезащитный, потому как крема солнцезащитные, которые имеют в своем составе фильтры, они, в общем-то, могут иметь химические фильтры, это не очень хорошо, потому как химическая реакция проходит вид на коже. Было доказано, что если очень часто такими кремами пользоваться, то, в общем-то, может иметь даже канцерогенный эффект вот такой, такая химическая реакция, которая имеет место быть на коже. Но есть также и другой тип, в общем-то, защиты. Сейчас я не буду теряться в терминологии, прежде всего, потому что на русском я не очень хорошо ее владею, но я обязательно подготовлюсь и запишу об этом видео. Но, в общем-то, как-то вот так по поводу солнцезащитных кремов увидим, увидим, в общем-то, результат только через несколько лет, к сожалению. Это была Инна Скворцова, всем хорошего дня, пока-пока.